СИДРОТ Которая точно изменит вашу судьбу навсегда. Существует ли другое измерение? Мир, неизвестный нам. Есть ли жизнь после смерти? Существуют ли ангелы? Могут ли наши сновидения содержать послания с небес? Доступны ли нам древние тайны сверхъестественного? Реальны ли чудеса исцеления? СИДРОТ более 35 лет исследует удивительный мир сверхъестественного. Присоединяйтесь к СИДу в программе «Это сверхъестественно». Рик, этот сад так красив, он похож на небеса. Тем более, что вы там были, а я нет. В чем отличие? Да, он очень красив, я согласен, но это не небеса. Небеса невозможно ни с чем сравнить. Вся материальная вселенная — это всего лишь тень красоты небес. Она дает лишь слабое представление. Я чувствую что-то, когда попадаю в такую прекрасную обстановку. Представляю, каковы же тогда небеса. Вы отправились за тысячу километров на мотоцикле на семейные каникулы, чтобы написать книгу. Расскажите, как это было? Даже в молодости я не проезжал на мотоцикле больше 300 километров в день, но тогда я услышал ясное слово от Бога сделать это. Сам бы я на такое никогда не решился. Я думал, что эта дорога займет неделю, у меня болели колени, по дороге гремели штормы, но я ответил Богу, я буду решительно послушен. И он исцелил мои колени. А штормы были такими красивыми. Я даже искал, как проехать через них, буквально через них, потому что они грохотали на всем промежутке той дороги. Они очень завораживали, было очень красиво. Вы говорите, что ощутили присутствие Бога прямо за своей спиной на мотоцикле, а я даже не смог бы забраться на мотоцикл. Знаете, мне нравятся мотоциклы и езда на них. И это была лучшая поездка в моей жизни, благодаря присутствию Бога. Но у меня никогда не было такой встречи, как эта столь личной. Он хотел поговорить со мной. Это была совершенно новая дверь, совершенно новые отношения с Господом. Вот почему Он хотел, чтобы я сел тогда на мотоцикл. Он хотел, чтобы меня ничто не отвлекало. И это случилось. Вы собирались написать книгу для Бога. И что же Он вам сказал? Библиотеки дешевы, множество людей пишут книги, а друзья драгоценны. Он хотел дружбы. Вы слышали это? Бог хочет дружбы лично с вами. Бог хочет дружить с вами. Итак, как Рик превратился из слуги в друга? Это очень большой прыжок. Рик, расскажите, как это было? Это огромный прыжок, и мне было настолько неуютно, что это сложно представить. Все мое отношение к Богу формулировалось в служении Ему. Отдавай мне повеление, говори мне, что делать, я хочу повиноваться. Это все хорошо, но Богу нужен был друг, с которым он мог бы общаться и что-то обсуждать. Он хотел, чтобы я делился своими мыслями, делился своими вопросами. Он хотел настоящего и полноценного взаимодействия. Именно для этого он и создал человека. Он хотел общения, так же, как хочет его и сейчас. Однако вы сказали, что чувствовали себя очень неуютно. А почему так? Невероятно, но я всегда относился к нему как к царю. Давай мне свои повеления, как к своему слуге, как к хорошему солдату. Скажи, что нужно сделать, и я это сделаю. Таков был мой подход к Богу. За месяц до этого я начал молиться, почувствовав, что мои отношения с Богом становятся сухими и автоматическими. Я сказал, помоги мне, Господь. Я очень хочу, чтобы ты стал моей первой и единственной любовью, моей первой мыслью с утра. И вот тогда случилась эта встреча. Он сказал, что я никогда не смог бы стать его другом, не научившись быть его слугой. Он сказал, что освободит меня от рабского мышления, чтобы я стал ему другом. Однако без этого рабского мышления я бы не смог стать ему другом. Вот почему Израилю сначала пришлось стать рабами, чтобы потом суметь стать друзьями Бога. Смысл был в том, чтобы познать его как всемогущего Бога, как невероятного Творца, чтобы это стало основанием наших с ним отношений. Однако он ищет друзей. Даже больше он ищет сыновей и дочерей. Знаете, что поражает мое мышление? Я знаю, как люди ищут друзей. Мне трудно понять, как Бог. Но вы хотите сказать, что он отчаянно ищет этой дружбы? Он сказал, что у него немного друзей. И это меня шокирует. Я понимаю, почему вы стали друзьями. Вы заплатили цену, столько всего сделали, у вас мышление слуги. Но как насчет обычных верующих? У них что, нет шансов? Конечно, есть. Помните, что своим ученикам Иисус сказал, «Я больше не зову вас рабами, я зову вас друзьями». Они получили это повышение намного быстрее меня. Я служил Богу 40 лет. И я не скажу, что я лучший. Конечно, я прилагал все усилия. Но это не было чем-то выдающимся. Но Бог весьма милостив, слава ему за это, и поэтому он меня изменил. Итак, вы говорите, что любой может оказаться на вашем месте, даже пойти дальше. Вы так считаете? Да, я думаю, у многих может получиться намного быстрее и лучше. Я хочу быть лучшим другом для Бога. Он заслуживает самого лучшего, что у нас есть. Он заслуживает лучших друзей. Отлично. Ну, что же такое «друг»? Что значит быть другом Богу? Да, я знаю, что такое «друг», потому что я могу быть вашим другом, это я понимаю, но как стать другом Богу? У меня по работе много подчиненных, как и у вас, но некоторые из них становятся вашими друзьями. Вы с ними обедаете, общаетесь, дружите с семьями. К друзьям вы относитесь иначе, чем к подчиненным. В этом есть какие-то личные отношения. Мы любим одно и то же. Делаем одно и то же. Нам нравится быть вместе. Это уже не работа, за которую вам платят. Вы хотите быть вместе и иметь эти отношения. Иногда я борюсь с собой и чувствую себя другом на очень детском уровне. Я еще только начинаю это путешествие, учась быть другом Богу, потому что нас по-настоящему этому никто не учил. Понимаете? Я хочу, чтобы вы тоже отправились в это путешествие. Я отправляюсь в это путешествие. А если еду я, едете и вы. Мы найдем для Бога много друзей, но все начинается с вас. Это начинается с меня. Начинается с Рика. Когда мы вернемся, я узнаю, как вы пошли плавать с Иисусом. Это сверхъестественно. Я очень хочу, чтобы у вас постоянно было божественное здоровье. Поэтому я отобрал свои любимые исцеляющие места из Библии в разных переводах, сделал так, чтобы они подошли к вашему конкретному случаю, и выпустил все это в виде бесплатной электронной книги, чтобы вы могли иметь к этому доступ. Теперь вы можете каждый день размышлять и молиться над этими строками, и вы станете свидетелем сверхъестественных исцелений. Вы можете совершенно бесплатно скачать эту книгу прямо сейчас. Это сверхъестественно. Как я уже говорил, Рих вызывает у меня зависть. На своем мотоцикле он отправляется в дорогу в тысячу километров, и вдруг Бог начинает с ним говорить. Насколько четко Бог говорил к вам. Его голос был громким и четким. Я мог ясно слышать и разуметь каждое его слово. Это было наиву и было прекрасно. Это было похоже на то, как я сейчас говорю с вами. Его голос не был слышен снаружи, он был слышен внутри меня. Он звучал настолько четко, что я все понимал. Абсолютно все. Знаете, Рик рассказывал, что в этот момент даже не мог задавать вопросы. Он был в таком состоянии изумления. Но теперь у него сотни вопросов. Расскажите хотя бы об одном вопросе, который вы тогда задали Богу. Я задавал совсем глупые вопросы, например, как ты относишься к спорту. Он важен? Да, действительно глупые вопросы. Но я бы хотел услышать что-то серьезное. Я бы тоже, но я старался как мог. И у меня получилось. Ну ладно, отношение к спорту не такой уж глупый вопрос. Многие его ответы были очень прямолинейными. Например, он сказал, «Мне нравится то, что нравится вам. Однако мне хотелось бы, чтобы вы делали это со мной, а не отдельно от меня». Делать что-то с Господом — это сознавать Его пребывание рядом, быть с Ним в общении. Вот то, что я понял. Выходит так, что к спорту он относится очень даже хорошо. Вы рассказывали, что ходили плавать с Иисусом. Что это значило для вас на тот момент? Какой-то новый виток отношений? Во время отдыха я каждый день ходил плавать на 1-2 часа. Я доплывал до определенных мест, каждый раз они были разными, но в один из дней присутствие Господа было настолько реальным, что я просто не мог не думать о Нем и не говорить с Ним. А вот для чего была вся моя поездка. Я планировал написать книгу, но забыл об этом. Богу не особо нужны-то книги. Он ищет себе друзей, и Он хотел быть со мной. Поэтому не бумага важна для Него, а человек. Вы говорите, что разговаривали с Ним, а вы Его лично видели? Нет. Физическими глазами нет, а глазами сердца — да. Не знаю, плыл ли Он со мной в воде или шел по воде рядом, не знаю. Но Его пребывание было очень реальным. Знаете, жил однажды брат Лоуренс. Он был монахом. В монастыре его работой было мыть посуду. Но у него было то, что описывает Рик. Люди из властей высочайшего уровня договаривались с Ним о встречах, потому что пребывание Бога было не только внутри Него. Он излучал Его повсюду. Повсюду. Где он был? Он был посудомойщиком. Однако каждый человек, высокопоставленная личность, хотел с Ним поговорить. Вы спрашивали Бога о брате Лоуренс, и как складывались их взаимоотношения? Да, потому что он был хорошим братом. Господь сказал, что ему нравилось мыть посуду с братом Лоуренсом. У них были очень особенные взаимоотношения. Представьте, что вы — это брат Лоуренс, вы моете посуду. Расскажите, что, по вашему мнению, делал брат Лоуренс в своих отношениях с Богом? На практике. Знаете, мытье посуды — это весьма несложное занятие, потому что в это же время можно размышлять о мировых событиях или разговаривать. Я думаю, что он мыл посуду так, будто Иисус собирался из нее есть. Иисус говорил, что делая что-то для самого малого, мы делаем это для Господа. Я думаю, что Лоуренс молился за людей, которые будут есть из этой посуды. Говорил с Богом об этих людях. Я верю, что он делал всякое дело вместе с Господом, осознавая его присутствие рядом. Я пытался так делать и к своему стыду забывал об этом. С вами тоже такое бывает? Скажите. Только правду. Постоянно. И сегодня, и все время. Но этим летом у меня были самые близкие отношения с Богом, каких не было в жизни до этого. Это были очень близкие и очень личные взаимоотношения. И по сей день я порой настолько занят разными делами, что забываю о нем. Но я хочу искренне, хочу научиться, хочу уметь помнить о нем, ходить с ним. Это всего лишь начало, первые шаги. На днях мы с вами обедали, и вы сказали, «Сид, мне бы хотелось устроить соревнования. Я знаю, что вы очень любите соревноваться. Да, это меня вдохновляет». И в этом есть плюс. Мне кажется, что вам нужно найти друга столь же голодного по Богу, как и вы, и бросать друг другу вызовы. Потому что, насколько я знаю, в моей жизни до этого не было более высокой цели, чем стать другом Богу. «Но вы сказали, что, став другом, можно пойти еще дальше». Таких слов мы точно не слышали. Что же может быть более близким, чем друг Бога? Это были слава Бога. Он сказал, «Друзья драгоценны». «В дружбу нужно вкладывать, дружбе нужно посвящать себя». А затем он сказал, «А сыновья бесценны». Я понял, что именно об этом писал апостол Павел в послании филиппийцам, 3 главе, 14 стихе. Он писал это послание, не говоря о спасении, об искуплении на кресте. Он говорит о высшей цели в Иисусе Христе. До конца своей жизни этот человек благодати говорил, что не считает себя достигшим, но продолжает стремиться к цели высшего призвания в Боге. Одними своими рассказами о разговорах с Богом Рик провоцирует во мне зависть. Но более того, тем, как он провел на небесах 8 часов, я хочу узнать, что он видел, что он там слышал и что он узнал. Мы скоро вернемся. Это сверхъестественно. Я очень хочу, чтобы у вас постоянно было божественное здоровье, поэтому я отобрал свои любимые исцеляющие места из Библии в разных переводах, сделал так, чтобы они подошли к вашему конкретному случаю и выпустил все это в виде бесплатной электронной книги, чтобы вы могли иметь к этому доступ. Теперь вы можете каждый день размышлять и молиться над этими строками, и вы станете свидетелем сверхъестественных исцелений. Вы можете совершенно бесплатно скачать эту книгу прямо сейчас. Если вы любите смотреть нашу программу, то сейчас вы можете смотреть сотни наших архивных программ онлайн. Сколько пожелаете на своем компьютере, смартфоне, айпаде или на вашем любимом планшете. ISN — это средство, которое сделает вас нормальными. Нормальными в соответствии с Библией. Вы будете научены и наделены способностью жить в Божьем сверхъестественном. Просто заходите на веб-сайт, адрес которого указан на экране. Многие зрители сообщают о чудесах исцеления, произошедших в результате просмотра программы. В моей левой ноге начали чувствоваться спазмы. Были сильные боли в ноге. Иногда я мучилась от боли всю ночь, а на утро боль становилась совершенно нестерпимой. Казалось, мне уже ничего не поможет. Я включила вашу программу, в гостях был Крэйг Хилл. Я помолилась вместе с ним молитвой покаяния против проклятий и за то, что судила моих родителей. И боль сразу же исчезла. Спасибо, Господь! Я боялась сверхъестественного, пока не начала смотреть вашу программу и заниматься по вашему учебному пособию на DVD. Сейчас мой страх исчез, и я верю в то, что Бог коснулся меня. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. «Это сверхъестественно». Рик был на небесах восемь часов. Я спросил, какие две самые глубокие истины сказал ему Господь во время этого путешествия. Господь сказал, что у вас есть ключи от радости. «Расскажите нам, что это значит». Он сказал, что я использовал ключ вечной радости для этого переживания. «Так что же это такое? Поясните нам!» Вот и я спросил Господь, а что это значит? Что это за ключ? И он ответил, что когда я располагаю в свое сердце к тем вещам, что приносят Богу радость и удовольствие, вместо того, чтобы искать собственного удовольствия и радости, это приносит настоящую вечную радость. Потому что радость Бога, а не наша радость, это наша сила. Именно эта парадигма у многих верующих в корне неверна. Большинство верующих ищет собственной радости. Вот в чем парадокс. Когда вы ищете Божьей радости, того, что порадует Его, вас будет умножаться радость. Поймите меня правильно, но если вы будете искать радости себе, продолжайте, Рик. Написано, что мы созданы для удовольствия Бога. Я начал исследовать Библию, чтобы узнать, что приносит Богу радость. Я решил делать эти вещи каждый день столько, сколько смогу. Я решил сегодня, я буду приносить Богу радость. Когда я решил так делать, я подумал, что это и есть ключ. Но Бог сказал, что такой ключ есть у каждого верующего, и мы можем пользоваться им каждый день. Главное — фокусироваться на нем, приносить Ему радость и удовольствие, потому что радость Господа — это наша сила. Назовите две основные вещи, которые можно делать, чтобы приносить Богу радость. Написано, что молитва праведных благоугодна Ему. Я старался исполнять это каждый день, пленять свои мысли и пустые размышления, и вместо этого молиться, использовать свой разум и мысли для Бога, и непрестанно молиться. Я решил делать это постоянно. А еще написано, что один кающийся грешник приводит в радость все небеса. И я понял, что приводить людей к Богу — это необходимость, которой мы непременно должны себя посвятить. Бог радуется тому, что приносит удовольствие нам также. У вас было еще одно глубокое переживание на небесах, которое кажется мне почти невообразимым. Расскажите. У меня было переживание небес, но это переживание намного глубже. Это было лучшее место. В прошлый раз Господь дал мне пережить небеса в одиночку, А теперь мне кажется, что там были не небеса, и они не были так прекрасны. Я думаю, что глубокая часть всего этого откровения состоит в том, что кайнонию или общение мы должны иметь и с Богом, и друг с другом. Небеса не будут небесами без Бога и без людей. Бог сотворил Адама так, что тот нуждался не только в Боге, но и в других людях. Мы должны иметь это общение кайнонию, к которому мы призваны. Это должно быть основанием церкви. Наша основная задача, как людей, — любить Бога. Это прежде всего. Нам нужно направить свои сердца к этой самой важной задаче. То, насколько мы любим Бога, определяет то, насколько успешным мы будем в этой жизни. Также нужно любить друг друга. Проявлением этих двух вещей станет то, что небеса придут на землю. Бог показал мне это в самом конце. Вы должны приносить небеса на землю? Да, это наше главное призвание. Знаете что? Я вспомнил слова Мессии, что, исполняя две заповеди, вы исполняете весь закон. Что это за две заповеди? Любить Бога всем своим сердцем и любить своего ближнего, как самого себя. Это просто. А вы хотели меня запутать, да? Да, все просто. Нам сказано, не уклоняться от простоты посвящения Христу. Вот что я скажу. Я хочу, чтобы вы помолились за то, что вам покажет Бог, и чтобы это небесное откровение стало началом нашей дружбы с Богом и хождение в Его совершенной любви. Помолитесь, пожалуйста. Господь, я молюсь за каждого, кто смотрит и слушает эту программу. Я молюсь за великое посвящение, за великое свершение, какое только возможно, чтобы нам сфокусировать свое внимание и своей жизни на том, кто любит нас превыше всего, чтобы мы могли любить друг друга так, как должны. Господь, я молюсь, чтобы это было заразительно. Сделай нас настолько заразительными любовью Божией, чтобы каждый, кто нам повстречается, заразился ею, этой любовью, и никогда от нее не избавился. Я молюсь во имя Иисуса. Аминь. Когда вы ходите в Божьей любви, согласно Новому Завету, вы ходите в Боге, когда вы живете в Его любви, вы живете в Боге. Я бросаю вызов и вам, и себе стать другом Богу. Первый шаг к этому — избавиться от всего, что отделяет вас от Него. Это называется грех. Поверьте, что Иисус умер за вас, и Он не вспомнит ваших грехов. Если вы покаетесь в них, попросите Его поселиться в вас и быть вашим Господом и вашим другом. Добро пожаловать в семью! Многие зрители сообщают о чудесах и исцелениях, произошедших в результате просмотра программы. Я боялась сверхъестественного, пока не начала смотреть вашу программу и заниматься по вашему учебному пособию на DVD. Сейчас мой страх исчез, и я верю в то, что Бог коснулся меня. Если Бог коснулся вас через программу «Это сверхъестественно», напишите нам свое свидетельство по адресу, указанному на экране. Смотрите в следующем выпуске. Он имел привилегию встретиться с женщиной, имя которой Кэтрин Кульман. Он был молодым человеком, недавно спасенным. Он увидел то, чего никогда не видел ранее. Он увидел такие близкие отношения с Богом и Духом Святым, что страстно захотел их сам, и он их получил. Он говорит, что узнал секрет. Любой человек может иметь такие же живые, отношения с живым Богом, какие были у Кэтрин Кульман. Ваши пожертвования этому служению помогут Сиду транслировать программу «Это сверхъестественно» в Израиле 28 раз в неделю. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ